Так, да, София уже на стороже, да. Ну, про Михаила Энде, кто был на тех занятиях, да, мы уже разговаривали про самого писателя. Сегодня мы брали, да, уже несколько произведений, получается. Сегодня у нас будет тогда про волшебный пунш. Но на самом деле эта книжка называется не волшебный пунш. На самом деле она называется очень длинно, и перевести... Скажите. Ну вот написано. Катастрофа, анархистория, звандал, алкогольный, волшебный напиток. То есть здесь можно увидеть, да, что в этом слове... Я в Валерийской конгениально-когольный коктейль. Или два дьявольской конгениально-когольный коктейль. Короче, смотрите, здесь есть слово катастрофа, здесь есть слово анархия, как бы почти, да. Есть слово... Ой, переставилась. История, потом язва, вандал, алкоголь, да. То есть всё сразу и вперемешку. Кто-то очень талантливый перевел это название. Но так как это невыговариваемое, то обычно её просто называют волшебный пунш или волшебный напиток. Вот. Есть мультфильм, мультсериал. Очень хороший, кстати, мультсериал. И он не совсем по книге, то есть там больше приключений получилось в этом мультсериале. Называется Вунш-фунш. Тоже подойдет. Тоже можно посмотреть. Очень хороший, кстати, такой. Итак, у нас начинается эта история с чего? Начинается с явления... Вилла ночной кошмар. Некоторого, некоего существа, да. Ну, давай, София, тогда почитай. Сегодня можно будет почитать. Всё началось на Вилле ночной кошмар. К Вильзевулу Бредовиду, тайному советнику по колдовским делам, является с проверкой могилу струп. Он сообщает Вильзевулу, что его покрадитель, демон Вильзевулу, им недоволен, так как колдун не выполняет условий договора. Обратили внимание на имена? На самом деле, очень много разных переводов этой книги есть. И для мультфильма ещё по-другому делали перевод. И получается, что у них немножечко будут различаться имена. То есть всё в основном с чем связано. Вильзевул – это нечто такое, с дьяволом связанное. Бреда – вред. То есть, с одной стороны бред, а с другой стороны вредина. А могилу струп тут уже и переводить надо. Бредный бред. Да. То есть, вот это вот… Да, на картинке это вот как раз этот могилу струп изображён. Очень интересная иллюстрация у одного художника нашлась. Значит, колдун не выполняет условия договора. Так, хорошо. Сейчас такое длинненькое получается. Чтение? Ну, давай, Марина, сейчас читай тогда. Вам, уважаемый господин советник, не с вами на знаком этот договор. Вы лично заключили его с моим шефом и собственноручно скрепили подпись. По данному договору ваш покровитель предоставляет вам чрезвычайные властные полномочия на срок до окончания текущего столетия. Поистине чрезвычайные полномочия власть над всей природой и над вашими сородичами людьми. Со всей стороны, согласно данному договору, вы взяли на себя обязательство ежегодно прямым или косвенным путём уничтожить не менее 10 видов животных. Бабочек, рыб, млекопитающих и прочее. Далее, вы обязаны ежегодно загрязнять не менее пяти рек, либо устраивать загрязнение только одной реки, но зато пятикратно. Следующий пункт классит обеспечивать ежегодно гибель не менее 10 тысяч деревьев. И так далее. Наконец, последний парад. Ежегодно устраивать не менее одной и пяти, времени в результате которой должны погибать люди или звери, либо и те, и другие. И последнее. Воздействовать на климат своей страны таким образом, чтобы осуществлялось смещение времён года, уникали засухи или наводнения за истёкший год. Вы, уважаемые, выполнили ваши обязательства лишь наполовину. Ну а как же тут, ведь это, как бы, вред это вносит. Как же тут? Ну, в итоге теперь мы знаем, да, кто это всё делает. Видов животных, да, там, 10 тысяч деревьев, не менее одной эпидемии, да, и смещение времён года. Ну, таких, как этот волшебник-вредитель, таких, видимо, было не один, а по разным точкам мира, да, по одному. Но этот, видимо, был особо талантливым, однако договор он свой в этом году не выполнил, и посланец к нему явился уже когда год заканчивался, и объявил, что его ждёт наказание. Вредовред пытался оправдываться, что ему там мешали, да, выполнять свои обязательства, но посланник его не слушает и дал ему срок до полуночи, то есть этого же дня, чтобы совершить злодейство. Что ж такого крупного можно за эти полдня успеть нагнать, да, сотворить? Конечно же, особо не получается. Лада, ты что-то спросить хочешь? Да, у меня однажды весной, ну, в Дорогом Горьем, где кто-то... Была зима весной настоящая. Ну, вот, видишь, вот это вот такие товарищи, видимо, делают, да? Так. И Вредовред сидит и не знает, что ему делать. У него есть кот Мяурицио. Ну, его тоже по-разному переводят, но главное, чтобы мяу было и вот такое вот что-то такое благородное, да, в имени. У него есть кот Мяурицио, который его пытается успокоить. Хотя, Вредовред-то сам, про этого кота кое-что знает. Кое-что, то, что коты прокрутят. Он взлетел и совил из зверей. Да, правильно. А также в моей книге, которую я читала, там... Так, дальше, значит... Ребята, вы помните, о чем я вас просила? Сейчас я у всех отключу звук. Угу. Так, Вера, давай теперь ты следующий читай. Извините. У людей его четко оказывается перед лицом правосудия за то, что не успели к Новому году выполнить условия договора и натворить необходимое количество гадостей, подпостей и гнусностей. Но есть спасительные средства, пункт желаний, который все может исправить. Если, конечно, сварить его правильно и успеть выпить до звона... До звона. Угу. Возвещающего о наступлении Нового года. Угу. Вот это такое, да. Да, то есть есть условия, как всегда в какой-то волшебной истории у нас будет условие. Во-первых, нужно сварить этот пунш, что тоже не очень легко. Чтобы сварить этот пунш, надо совместить две половинки рецепта. Одна половинка у нашего волшебника, а вторая у его тетушки. Вот. И, в-третьих, это надо сделать до Нового года, до наступления. Угу. Извините, а что там за способность была у этого кота? Что? Что там за способность была у этого кота? Этот кот был наблюдателем от Совета зверей, который должен был видеть, что делает этот вредобред и предупреждать его вредительские действия. Вот и все. Так. Ну, хорошо. Давайте сейчас я вам покажу песенку, которую пели вот эти вот два злодея, да? Этот вредобред его тетушка. Да. «Пусть старо, как мир понятия, корча-порча-приворот, практикуем мы к проклятиям современнейший подход. Формула двойного зла Трижды ночь плюс дважды два. Два кусочка станьте целым, пламя делай свое дело». Очень, кстати, классная песенка была. Давайте ее послушаем. Я думаю, что вы этот мультфильм посмотрите в итоге, потому что он такой действительно интересный очень. А как он называется? Вунш-пунш. 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 Я напишу сейчас, да, в чате. Мы сейчас посмотрим сначала, потом я в чате напишу. Давайте. Так, видно сейчас экран зелененький такой? Да. Хорошо, давайте слушаем. А теперь займемся магией. Пусть с дорога к мир понятия корча порчим и ворот. Практикуем мы проклятим современный сей подход. Формула двойного зла Трижды ночь плюс дважды два. Два кусочка станьте целым, пламя делай свое дело и мари. Мари. Вунш-вунш. 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 Муза кипела. О, земля силы всемогущий, ты варись, варись погуще. Пусть любой сорняк колючий станет деревом могучим. Пусть кусты почуем голод завоюют этот город. А теперь наоборот, то есть задом наперед. Этот город завоюют, когда голод друг почуют. Теревца из сорняков и деревья из сурса. Ну, там каждая серия, они задумывают какую-нибудь новую пакость. Это именно вот в мультсериале когда идет. Вот. А здесь у нас одна только пакость, но глобальная получается. Так, я в чате напишу сейчас это название, да, чтобы у вас было оно. Вунш-вунш. Вот так. Вот. То есть вот такие вот у нас два злодея. Кстати, вот я их почему-то всегда так и представляю. Я скриншот сделаю. Угу. Отлично. Так, хорошо. Назрин, давай дальше почитаешь. Вот только злодеи и не догадываются, что все их разговоры подслушивали представленные к ним посланники животного мира. Хотя что возьмешь с общипанного ворона до растолстевшего кота? Да. Кот разленился, потому что вредо-вред понял, что кот ему послан, как наблюдатель, и решил схитрить. Решил этого котика всячески ублажать, чтобы котик поверил, что он добрый, и делать приходилось всякое злое колдовство, тогда, когда котик спал. Вот. А тут еще появился ворон. Ворон принадлежал вот этой тетке его, этого волшебника. Так, хорошо. Давайте дальше, да. Денис Пришан, да, почитаешь? Да. Давай. Колдунь не подозревают, что их домашний. Любимцы кот Мур. Мяурица. 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 Ди Майро и ворон, якоб. Скрибл. Скрибл. Я влойца спецагентами Верховный совет животных посланимы для того, чтобы защитить желтые голуболица от заклянуть тираний и бубоника. Тираний и бубоника. Это еще одни переводы. Ага. Так. Хорошо. Именно благодаря Мяурицио, ну, он же у нас итальянский поющий кот, как бы он про себя рассказывает, да, поэтому он Мяурицио. И якобы, которые прерывают каждое заклятие, они должны уложиться в семь часов, чтобы заклинание у колдунов не стало вечным, у колдунов ничего не получается. Это происходит в мультфильме. То есть, это каждая серия мультфильма посвящена какому-нибудь одному заклятию. Книги немножечко по-другому. Так. Кто у нас такой Мяурицио? Да. Вот как раз чем он знаменит. Вика, давай ты почитаешь. Мяурицио ди Мяура. Немецкая Маурицио ди Маура. Кот Бубоника. Избрана Верховным Советом Животных для шпионажа за колдунами и рассеивания их чар. Отличительная черта, склонность часто и много есть. Хотя иногда комплексует, считая себя толстым. И следит. И следит за собой. Но это не мешает ему выполнять свои обязанности. По собственному утверждению, является потомком рыцарей и певцов, а также принадлежит к древнейшему рыцарскому роду. Исходя из своей благородной натуры, Мяурицио не может предположить подлости в натуре других. Поэтому очень часто ворон оказывается более прав, чем Мяурицио. Потому что Мяурицио всех видит хорошими. Когда ворон Мяурицио предлагает, давай подслушаем, что они будут говорить, наши хозяева, Мяурицио встает в кузу. Он говорит, я? Да я ни за что не буду подслушивать. Это подло. Это некрасиво. Я рыцарский кот. Ворон такой, а я не рыцарский кот. В общем, в итоге, благодаря ворону, они все-таки подслушивают. Якоб Скрибл, это ворон у нас. В английском, в немецком варианте больше как кракел. Ворон, который относится, ну, хозяйка которого является тиранин. Аналогично коту Мяурицио, его избрал Верховный Совет Животных, чтобы шпионить за колдунами и рассеивать их чары. Ворон прямолинейен у нас, морчлив, но сердце у него доброе. То есть в результате он таки добродушен. Но все-таки, несмотря на все их добродушие того и другого, встречу первую они отметили дракой. То есть между собой они таки подрались. А кто помнит, по какой причине они подрались? Есть кто помнит? В итоге, слово за слово они разругались с вороном. То есть кот так отстаивал прямо, что его хозяин хороший. Подрались, потом уже после драки помирились и начали уже более удачно договариваться друг с другом. Что же у нас такое за пункт желаний? И как он вообще должен срабатывать? Так, хорошо. Давайте там. София, давайте прочитай. У каждого из волшебников есть часть рецепта, и объединив усилия, они умудряются приготовить этот пункт. Пункт желаний может выполнить любое желание, загаданное в стихах, но при этом результат будет противоположен задуманному. Например, если желаешь счастья, получаешь горе. И наоборот. Но есть одно но. Пункт желаний надо выпить и видеть до последней кампли, в новогоднюю ночь до первого удара колоколом. Значит, у нас есть еще один пунктик с этим пунктом желаний. Ну, во-первых, племянник и тетушка, они, вот эти два злодея, они друг другу очень не доверяют. И будь их воля, они бы друг другу еще навредили от всей души. Но им приходится объединиться, потому что у них две половинки заклинания, у каждого по половинке. Они объединяют это заклинание. И потом, когда они сварят пунш, нужно будет выпить весь этот пунш до звона колоколов, до единой капли. И загадать желание с каждой вот этой порцией пунша, они должны загадать желание. Причем это желание будет выполняться совершенно наоборот. И они хотят, значит, еще кота и ворона тоже позвать, и не говорить им, что это за пунш. Они уверены, что кот и ворон будут желать только добрые вещи, а пунш уже сделает, чтобы они исполнились наоборот. То есть кот пожелает, чтобы все были счастливы, а пунш сделает, чтобы все были несчастны, да, и так далее. Ну, да. Они боятся только пунши, они столько выпьют. Это было сложно, но они выпили. Так. Ну, в том-то и дело, что там определенное количество, там, видимо, нельзя было вот немножечко совсем сварить. Так. Кот и ворон знают, что нужно добыть одну ноту от новогоднего колокольного звона, чтобы бросить ее в пунш, чтобы этот пунш начал работать наоборот. То есть ты загадываешь что-то хорошее, и он выполняет это что-то хорошее. Но эту нотку нужно добыть. И они отправляются. Сначала они добираются до этой колокольни. Там описывается, как им тяжело, да, туда добираться. Котик, он вообще в последнее время ел, спал. То есть спортивной формы нет. Поэтому потом им нужно забраться на эту колокольню, туда наверх. А потом еще один вопрос, да, а как же эту ноту-то от колокольного звона? Потому что новогодний колокольный звон – это когда колокола звонят в полночь. А в полночь уже будет поздно. Они уже не успеют добраться до этой чаши с пуншем. И вот там уже начинается, там появляется еще Святой Сильвестр. Там очень интересно описывается все это. Вот. То есть очень тяжело им это все далось. Святой Сильвестр им дал вот эту вот нотку одну. И ворон ее спрятал в клюве. И ворон с котом отправились обратно к себе домой, чтобы добраться до пунша. Раньше, чем успеют загадаться вот эти злые желания. Вот. Вредо-бред или заморочит еще в одном. Вот еще у меня один был перевод. Там его заморочит, там называют. Когда злой волшебник, колдун, у него был в замке еще целый музей. Да? Ну, Марин, прочитаешь, что там у него было в музее? Саваль. В доме заморочит есть большой музей. Там в разных баночках законсервированы духи природы. Троли, карлики, эльфы, русалочки водяные, водяные, домовые, духи огня, сломаны. И даже буквоед, всех их поймал сам хозяин. И проводит на них опыт. Дом окружен невиданной стеной, которая вызывает у всех людей страх и непоязнь. И они испытывают сильное желание поскорее уйти отсюда. Да. Вот такой вот музей. Какой? Да. Там всякие домовые. И вот этот буквоед, там его еще в некоторых переводах по-другому переводят. Мы про него еще тоже немножечко больше узнаем. Я вот хочу сказать две вещи. Вот этот вот, у которого длинная такая штука. Он в банке сидит, у него такая от места, где находится голова, идет длинная штука. Это, наверное, дух огня. Это огонь, он не может гореть без воздуха. Ему можно воздухо пить. Ну, слушай, мы же тут не физику изучаем. Это же волшебная книжка. Я просто думаю так. Да. Еще вот на этой вот головой эти птицы, там всегда такая крюшка, что ли, на картизах. Лада! Угу, да. Лада подняла руку. Угу. Прекрасно. Я просто увидела тот, кто говорил с этой рукой. Я увидела, что в его имени написан Беззубик. Беззубик. А, понятно. Да. Это потому, что Марина ходит на курсы перевода. Мы там переводим как раз про Беззубика этих драконов. Это у меня еще позже было. Раньше, в смысле, Марина. Да, раньше. Угу. Она у нас фанат этого Беззубика. Угу. И я. Прекрасно. Даже не в дневной фуре. Я вроде бы смотрел уже все три части. Мне как-то им очень понравилось. Угу. Так, ребята, тот, кто поднимает руку сейчас, да, держит. У вас есть вопросы или вы все читаете? Если у кого есть вопросы, скажите, говорите. Я хочу читать. Все, я поняла. Угу. Так, хорошо. Давайте поехали дальше. Так. Ну и когда пунш доваривается, доваривается этот пунш, и дальше наступает такой момент, когда надо подождать, когда в нем полностью прекратится все шевеление, бурление. Пока пунш варился, там тоже было много моментов, которые были достаточно страшными. И злодеи даже один раз хотели совсем сами убежать оттуда, да. Вот. Ну, конечно, наступает момент, когда пунш, в принципе, сварит. Но надо ждать. Надо ждать, пока все там успокоится. А это какое-то долгое тоже время занимает. Но в это время нужно выполнять еще одно условие. Давай, Вика, прочитай, что тут за условие. Однако, как тем известно, нет ничего труднее, чем не думать о чем-то, о чем думать запрещено. Например, обычно ты не думаешь о кенгуру. А вот если тебе скажут, что в течение пяти минут ты ни в коем случае не должен думать о кенгуру, ну как тут сделать так, чтобы не лезли в голову мысли именно о кенгуру? Есть только один выход. Предельно сосредоточиться и думать о чем-то, быть другом, не важно о чем. На самом деле, действительно, ужасно трудно, когда тебе говорят, допустим, не говори вот это слово. Это слово начнет у вас просто постоянно проскальзывать. Или не думайте о белой обезьяне. Есть такой эксперимент психологический. И вы даже в мыслях не держа ту обезьяну, начнете только о ней думать. Еще очень трудно, это словами еще можно управлять как-то мыслями, это очень сложно. Да, управлять. И этим двум злодеям нужно было не думать. И они пытались как-то себя настроить на то, чтобы не нарушить правила, потому что все труды были бы на смарку, если бы они его нарушили, это правило. Так, ну хорошо. А все труды пошли на смарку? Все труды? Ну, как сказать? Нет, а в другом смысле, что они не ставились тем, ну, типа, что ни о чем не думали. Им удалось, им удалось выполнить это условие, да. Так, мне кажется, ты все видишь в черном свете. Ты пессимист, говорит кот Меурицио ворону Якобу. Правильно, бесстрастно подтвердил Якоб. И поэтому я почти всегда оказываюсь прав. Да, то есть Якоб у нас пессимист, Якоб у нас все говорит напрямую. Особо благородным происхождением не хвастается. Да, то есть у нас нежный, трогательный, благородных кровей котик, да, который все время говорит, ах, я не могу это сделать, это не по-рыцарски, это как-то несовместимо с честью нашей, да. Якоб говорит, ну ладно, давай я сделаю, да. У меня все в порядке с этим. Вот, и выясняется, что, в общем-то, Меурицио с его благородными порывами сто раз мог попасть в беду и погибнуть. Вы помните, да, они подслушивают, все-таки, вот, ворон уговаривает Меурицио спрятаться в бочку и подслушать разговор тирании и вредобреда. Они узнают, что тирании и вредобред, вот, собираются варить этот пунш, и что этот пунш будет вредить человечеству. И, в принципе, что нужно сделать, да, нужно каким-то образом это обратить. Потому что если ворон и кот, они позовут ворона и кота к пуншу, к этому чану с пуншем, и ворон и кот начнут, допустим, желать чего-то плохого, чтобы, наоборот, хорошее случилось, то колдуны сразу поймут, что ворон и кот в курсе этого всего, да. Поэтому ворон и кот вот находят вариант вот этот с ноткой колокольного звона, как переделать, перенастроить пунш. Вот, но они когда вылезают из этой бочки, вот, колдуны уходят, они из бочки вылезают, и кот Меурицу говорит, какое безобразие, как они могли, это такой злодейский план. Мы сейчас же должны пойти и сказать им все откровенно, что мы об этом думаем. Ворон аж давится, говорит, ты что, ну, пойдем мы, говорит, сейчас, ну, скажем мы им, ну, они нас сейчас придушат, да, и все, чем это закончится. То есть оно, конечно, благородно, мило и по-честному, но разве можно, ну, вот вы как думаете, можно с такими колдунами по-честному сражаться? Нет, нет. Пошли, да. А мне сам хитро, их не надо хитро. Да, конечно, нужна тоже хитрость. Это все равно, что, да, как в некоторых детективах, человек приходит к преступнику, да, и говорит, я знаю, что ты это сделал, пойди в полицию, сознайся. Угу. И чем это заканчивается обычно? Ничем хорошим. Тем, что бандит придушивает. Ну, да. Тем, что их убирают раньше, чем кто-либо идет в полицию. То есть и здесь тоже с Меурици очень, очень смешные, конечно, такие ситуации. Они с Вороном настолько разные оказываются. Этот Меурицио самый такой милый персонаж, конечно. Так, ну, хорошо. Назрин, давай вот этот статус ты прочитаешь. Хорошо? Я еще не знаю, что затевает эта палочка, но готов поспорить на мои последние пелышки, что затевают они жуткое листво. Жуткое что? Ну, свинство ведь не скажешь. Свиньи кому они что-то плохое сделали? Ну, да. Обычно это что говорят? Обычно говорят свинство, да, такое, да? Вот, а тут он, говорит, затевает жуткое людство, да? Ой, я случайно. Затевает жуткое людство. Жуткое что? Говорит, ну, ну не свинство же, да? Так даже свиньи себя не ведут, как эти колдуны. Извините, тут картинка какая-то не очень понятная. Ну, а тетушка Тиранья называется денежной ведьмой. Почему она денежная ведьма? Потому что она все время что-то творит с деньгами, и у нее этих денег становится все больше, больше и больше. Вот она сейчас, она где не появляется, вокруг нее все время деньги образуются, и она даже со своим сейфом гуляет. То есть вот сейчас она из этого, из тайного хода или камина, да, появляется, и вся в деньгах, вот это монетки вокруг нее. А еще надо делать их проклятыми и дают и людям? Угу. Я думаю, что да. Так что, вот, это кто-то там говорит, то ли кот, то ли ворон, что... По-моему, ворон. Что деньги, вот это зло, которое у людей существует, а животные благородны, потому что у них никогда не было таких вещей, как деньги. Когда вообще из-за денег всякое было... Корм, варень, конец, вы все такое. В городе. Угу. Но если денег не было, то ли к собой бракоген еще не стал? Ну, наверное, правда. Есть еще очень интересные... Если бы не было, то мы просто обходили, набрали по магазину, просто бродили. Ладно. Так, ребята, ну-ка тихо. Ну-ка тихо, я сказала. Можно просто спросить? Да, можно спросить, да. А эти вот в банках, они еще живые? Ну да, они там какие-то заслужшие у этого волшебника, да, и он там эксперименты проводит. Ага. Так, Марк, ты читать хочешь? А может, позже Марта я прочитаю. Так, тихо, подожди, ага. Да. Так, ты читать хочешь? Ну, давай. Между прочим, среди пленников бред до вреда было одно, на редкость уродливое маленькое чудовище. Официально оно называлось «критик литературный». А в народе его называют еще «зануда неотвязанная» или «придиробуквоер». Смысл существования подобных мелких тварей состоит в том, что они не ищут, к чему бы придраться в той или иной книге. Никому еще не удавалось до конца разобраться, на чему они вообще нужны. Угу. Ну, это свои, так сказать, пять копеек от обиды на всех литературных критиков вставил писатель. Да. Хорошо проехался, кстати, и очень такой четкий портрет этих критиков литературных. Как они его еще только не назвали. Да, и «зануда неотвязанная», и «придиробуквоед». Да. Это именно вот этот в очках. Вот этот, да, в очках, да. И когда все вот эти банки открываются, когда начинает вот этот пунш уже до готовности доходить, банки начинают открываться, и все эти существа сбегают. А этот вот критик, он идет, топает туда, где книги находятся, чтобы попридираться какой-нибудь из них. То есть он там свое предназначение пытается выполнить. Тоже интересный такой момент. Ага. Так. Хорошо, Лада, готовься. Читай. Так, только микрофончик включи. Понимаешь, до сих пор у меня нет никаких показателей что это парочка заодно у людей уж можем не поверить. Деньги решают решают все и все особенно у таких людей, как моя стара и моя мадама ради денег. Они на все пойдут. а а если а если а если деньги зачем можно сотворить все все что угодно угу так хорошо дочитаешь да деньги это их колдовские средства вот что такое для их деньги и поэтому звери до с их пор ничего не в вы 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 дали весь у нас то ничего похожего на деньги просто не существует не существует ну вот как раз да как раз об этом разговоры есть да ради денег они на все пойдут Если есть деньги, можно сотворить все, что угодно. Да, очень похоже на нашу ситуацию, да. Не обязательно быть колдуном, но с деньгами можно побыть злодеем таким, да. Да, можно, да, злодеи иногда крадут деньги, чтобы стать миллионерами. Угу, и порулить, да, поправить всем миром. Мне кажется, спрошу. Ещё за деньги дерутся. Может, мне кажется, спрошу. Так, да, спроси. Они пальцы скрещены за спинами. Пальцы скрещены держат в этом случае, когда врут. Вот есть такой же жест, когда на удачу держат, да, а есть такой жест, когда ты держишь пальцы крестиком, типа того, что ты говоришь сейчас неправду, и чтобы, ну, как бы, как бы, чтобы грех снять, да, того, что ты врёшь. Вот. Поэтому вот так и нарисовано. Они ж друг друга постоянно обманывают. Есть такие милые, да, по отношению друг к другу, такие родственнички, что отвернёшься, родственничек же тебя и придушат где-нибудь, да. Кстати, тут у них как раз больше на злодеев похожи, а в мультике они больше похожи на смешных таких злодеев. Ну, мультфильм вообще очень такой хороший. Это когда-то у меня профессор Мимов в Чипи и Дейли, он скорее похож на смешного такого злодея. Угу. Так, кто ещё хотел что-то сказать? Кто? Вот так держат скрещенные. Ну, да. Да, это такой ещё жест, который вот я говорю неправду. Есть, да, и на удачу, что чур меня чур. Тоже так же делают. Так, хорошо. Вера, давай ты ещё почитай немножко. Так, Вера уже. Нету, да? Так, ладненько, тогда Вика, давай так-то ты. Вика, нет, такими вещами я не занимаюсь. Это не мой сель. Чего-чего? Я хочу сказать, подслушать. Это не по-рыцарски. Я на такое не пойду, я не подонок. А я подонок, спокойно сказала Ворон. Ну, вот одна из цитат таких, да, как они с Вороном постоянно спорят. То есть кот говорит, я благородных кровей кот, такого я делать не могу. Ну, это ниже моей чести, да, там не сочетается с рыцарской честью. Ворон говорит, ну окей, хорошо, тогда я пошёл. А мы ещё будем этот мультик смотреть? Нет, мультик, вы сейчас-то дальше сами смотрите. Там столько серий, кстати, ещё. Вот, кстати, очень-очень классный будет мультфильм. О, а вот раскрашена уже картинка. Угу, да, раскрашена картина. А ещё это... Давай, София, давай ещё почитай. Там заметилось, что у этого волшебника, который как бы племянник, у него усы в мультике. Угу. Так, София, почитаешь дальше? Ага. Ты ужасно постарел, мой бедный мальчик. Вот так, отозвался он, вынужден сказать тебе, что ты страшно разжирела, старая ведьма. В мгновение оба глядели друг на друга неподвижно, лютой злобой во взоре. А затем шутка-злобер примительно произнёс. Это просто произвело всходно, что мы с тобой оба остались прежними. Угу. Ну, видите, вот ещё один вариант его перевода, да, фамилия этого колдуна – шутка-злобер. Мне, кстати, больше всего нравится вот этот вариант. Такой он, знаете, какой-то... Есть тут и шутка, и жутка, да, такой как бы игра слов, да, звуков. Такой жутка-злобер или шутка-злобер. Мне ещё нравится вредо-бред, так как это звучит. Вредо-бред, да? Вот. Хорошо тоже, да, звучит. Если, вот если этот пуншик... А по названию? Угу. Если пуншик ещё вкусит, хорошо, а если он воничный и противный, и причём ему нужно столько выпить... Ну, был бы он даже очень вкусным, такое количество пить. Это было очень сложно, между прочим. Но заметьте, как они друг друга любят, да? Какие они друг другу комплименты придумали, да? Ты постарел, а ты разжирела, да? И смотрели друг на друга с лютой злобой во взоре. Ведь они могли варить поменьше, и нужно ему на вот такое количество сварить. Видимо, не могли, да, поэтому... Ага. Вот. Ну, и ещё вот, да? Мяурица Уорану говорит, всё-таки ты очень зауряден. Спустившись с небес на землю, сказал Мяура. Ты чужд высоких материй. Верно? Согласился Якоб. И потому я до сих пор не сдох. То есть, учу, что высоких материй, да? Да? Я не романтика. Я не знаю, что у нас на переводе «Драконы лгодушны», именно поэтому они и вижены. Ну да, эгоистично, да, они. Вот. А тут про книги. Вот пересмотрите после этого полочки свои книжные, посмотрите, что у вас с чем там стоит, и не дерутся ли книги. Всем известно, что многие книги непримиримо враждует между собой. И всякий, у кого есть хоть капля такта, никогда не поставит, например, Стёпку-Растрёпку рядом с Хайди, а свод законов о налогообложении рядом с Бесконечной книгой. У него вот такой парадок. Сейчас покажу. Так, давай я дочитаю, а ты потом покажешь. А ведь это самые обыкновенные книги, и они не смогли бы ничего поделать, если бы нам вздумалось поставить их рядом друг с другом. Волшебные книги – совсем другое дело. А здесь книги были не только волшебные, но ещё и освободившиеся от аков рабства. То есть они сбежали, да? И поэтому очень скоро образовались враждующие отряды книг в соответствии с их содержанием. Они пошли друг на друга, грозно подняв обложки, и каждая книга пыталась проглотить какую-нибудь другую. Представьте, да, чем книги занимаются иногда. А помните, что такое «Бесконечная книга»? Кто помнит? Я помню. Которая «Бесконечная история». Бесконечная история, да? Да, там, где был же фольклор. Фольклор, который попал в страну фантазии. Да. Как вы думаете, ей хорошо рядом со сводом законов о благообложении? Ну, за все. Две совершенно разные вещи, да? Абсолютно разные. Если мы выходим, то эти книги прыгают с места и дерутся между собой. И кто-кому больше царапин сделал, тот и победил. Да, правильно. Интересно было бы ночью, например, посмотреть, мои книги дерутся или нет. Да, уж вы, проверьте. А у меня вряд ли дерутся. У меня одна книжка под матрасом прижата, а вторая просто лежит. Так, ты прости, пожалуйста, у тебя две книжки в доме? Нет, ну, вообще две. Вообще просто две, потому что, ну, мы ничего такого не покупаем. Понятно. Нет, все-таки должна быть такая книжная полочка в доме, где хотя бы вот самые любимые книги были бы на бумаге именно стояли, да? Да, конечно, все в интернете сейчас можно читать и слушать аудиокниги, да? Ну, вот какие-то самые любимые хочется вот... Я не читаю ничего по интернету. А она... Да. А сколько всего уроков? А сейчас уже закончим, да. Я сейчас еще скажу тогда. Значит, смотрите, там еще есть история про Джима Пуговку, интересная у МД, да? Можете еще почитать. И есть еще книга такая, ну, большая уже книга, Момо называется, тоже интересная. Можете это все почитать. А на следующем занятии у нас будет... Сейчас я тоже вам чек напишу. А если между этими книгами перегородки как-то оставить, они все равно будут ссориться. Рекомендую всем прочитать две книги. Вот «Замок корона» и «Три секреты под одной крышей». «Три секреты под одной крышей» — это там, ну, в общем, про войну в Лондоне. А «Замок корона» — там прямо такие захватывающие приключения. Ну-ка, покажи, покажи вот обложечки. Покажи на этот, на камеру. Вот, это «Замок корона». Так. А вот «Три секреты под одной крышей». «Три секреты под одной крышей» — это Холли бы написала. Ага. «Замок корона» — «Шарон крич». Оказывается, «Кинтервильское привидение». Оказывается, «Кинтервильское привидение». Витима, у нас на следующем уроке будет что-то про привидение «Ужасно боюсь» «Ужастика». Ну, зря, зря совершенно. Это очень интересная такая, очень добрая история. Кажется, мультик по нему смотрели. Ой, да, кстати, есть… Я вообще люблю «Ужастики». Есть мультфильм про «Кинтервильское привидение», очень хороший, советский еще. Есть сериал, совсем недавно снятый, в прошлом году, из четырех серий «Кинтервильское привидение», тоже хороший. Правда, он получился немножко больше, чем та сказка, которую я вам даю вот почитать. А исходным была сказка. Я еще в чате… А я люблю вообще «Ужастика» смотреть. Ну, это не сильно «Ужастик», это наоборот очень добрая история на самом деле. Вот. И смотрите, я вам дам еще ссылочку в чате потом на аудиокнигу, там очень хорошо читают эту сказку. Я лучше не слышала просто даже чтения. Так что вы по ссылочке можете потом почитать, послушать это. И она небольшая, так что вам как раз на неделю все успеете на этот раз. Все тогда, ребятки, на сегодня. До свидания.